И еще одна гуманитарная миссия, которая объединила неравнодушных со всего мира истинной трагедией. Для всех христиан стал пожар в знаменитом соборе Ноттердам-де-Пари. Вечером 15 апреля пламя охватило величайшую религиозную и культурную реликвию французской столицы. Там велись реставрационные работы. Произошло короткое замыкание. С огнем боролись более 9 часов. Сотни пожарных спасали многовековое здание и хранившиеся в нем бесценные экспонаты. Терновый венец Христа – элемент креста, на котором распяли Иисуса. Ноттердам горит, и Франция плачет, и весь мир сейчас с нами. Я получаю сообщения из разных стран. Все очень расстроены. И это, конечно, мягко говоря. Я хотел бы поблагодарить пожарных, которые спасли две башни, рискуя своими жизнями. Часть храма утрачена, рухнул шпиль, но это не имеет значения. Мы его восстановим, и мы продолжим жить. Это не памятник из камня и древесины. Это церковь, где проходят крещения и свадьбы. Откуда возносятся молитвы. Горечь большой потери разделяют и в Беларуси. Президент Александр Лукашенко от имени народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Франции и народу этой страны в связи с разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери. В унисон трагедии по миру прокатился скорбный колокольный звон. Собор, к счастью, уцелел, но ущерб катастрофический. В первые же дни на его восстановление было собрано более миллиарда евро. Возможно, эта трагедия призвана стать новым символом французского единения, которое так необходимо Парижу сейчас.